Друзья, всем привет! Хочу снять небольшое коротенькое видео о моем бокс-моде кубоид, который 150 ватт. В общем, что за три года почти с ним произошло, в каком состоянии он сейчас выглядит, но в общем поехали. Вот в общем данный бокс-мод, он на двух аккумуляторах работает 18650, на данный момент использую вот такие, они были мне подарены дяде Вадимом, дядя Вадим, конечно видишь, привет, спасибо, наверное ты уже и не помнишь меня, вот в общем еще нормальные более-менее аккумуляторы пришли, но два из них уже наполовину короче кончились, то есть наполовину уже показывают заряд, короче мощность не отдают, а показывают то, что наполовину заряжены, значит что могу сказать по обзору, если ссылку найду, прикреплю там в закрывающих окнах или в описании где-нибудь ссылку оставлю, если вспомню конечно через месяц, а может и через два, но когда вы видите это видео ему уже три или более лет, в общем вот что осталось кнопка, видите она вот даже, где она, даже не от сильных усилий ногтем она облазит, вот так и пришла на меня вот такая вот погремушка, что было сказано, так сказать в обзоре, списывался с продавцом, в общем по-моему даже спор заходил, не помню правда что случилось с ним, с этим спором, то ли в мою пользу, то ли не в мою, и он короче еще не с первого раза, но проблема конечно в кнопке, она срабатывала, вот, ну это сейчас грибка стоит у меня, тоже спасибо дяде Вадиму за подарок это, блин что-то не фокусируется, юдая в общем от Hunter, вот, в общем недавно тут на днях я его прошил с официального сайта, официальной программы на новую прошивку, не помню там какую, ну короче появился прихит, то есть теперь можно, ну что такое, теперь можно выставлять преднагрев, вот я сейчас выставил 80 ватт полсекунды, это он при нажатии кнопки разогревает спирали, а потом сколько мне тут, 60 ватт жарит, ну я не люблю горячо, люблю так среднее, да что такое ты расфокусируешься, вот, в общем что еще могу сказать, ну царапины вот здесь конечно появились, сейчас я грибку откручивать не буду, есть там вокруг этого царапина, в общем что с разъемом, с разъемом все хорошо, работает он заряжает, но я не заряжаю, у меня есть зарядное устройство, вот такое вот, аккумуляторы заряжают через него, вот низ у него вот так видеть тоже потерся, но ничего не отвалилось, крышка не отвалилась, ничего с ним не случилось, хороший, хороший бокс мод, в дальнейшем может быть разберу я его, если найду его ребят, которые занимаются пескоструем, и в порошок его, в такой надежный, в какой-нибудь темно-серый, или может красный, без разницы, который там будет, мне понравится, в общем его покрою, вот теперь 200 ватт выдает, но у меня нет таких аккумуляторов, которые бы с двух аккумуляторов выдали 200 ватт, максимальный, по-моему, дает на заряженных 148, по-моему, но мне такие мощности не нужны, я низкоомным сопротивлением не пользуюсь, и то у меня вот здесь только 0,44-0,45 Ом, меня вполне устраивает, даже можно, на мой взгляд, это мое мнение, делать больше, где-то 0,5-0,6 Ом, и соответственно мощности будут нормальными токи, и аккумуляторы будут ходить побольше, а может и поменьше, не знаю, поправьте меня в комментариях, как это будет выглядеть, и что, давайте я через три года, а вот кстати, вот покупал его 24 июня, ну заказ сделал, соответственно, где-то через месяц он не пришел, ну может быть в июле, да, где-то в середине, вот покупал его, 42,57 был куплен, ну и что я сейчас хочу, сейчас хочу я отодрать с него пленку, так как она уже начала отваливать вчера вот, и какой-то жирный под ней, и посмотрите вот, по сравнению с экраном, видите, на кнопочке уже, на ней, по-моему я, или на ней тоже есть пленка, или по-моему я ее уже убрал, не да, когда она, по-моему, отлетела сразу же, ну я считаю за три года нормально, да, ну есть, конечно, царапки, потому что туда-сюда клацаешь, когда меняешь дрипку, допустим, с баком и обратно, если с другим баком, не обязательно с этим такая ерунда вот происходит, а так, вполне компактный, на мой взгляд, Joyetech выпустил мод, да, на два аккумулятора, вот такой вот небольшой, в принципе, вот так вот, он в моей руке, но я хочу, конечно, еще что-нибудь поменьше, какой-нибудь бокс-модик, с одним аккумулятором, желательно 26650, какой-нибудь, чтоб тоже был с платой, так же хорошо работал, как и кубой, ну вот, в принципе, на этом все, не знаю, что будет с этим видео, буду я его публиковать не буду, потому что YouTube по поводу вот этих всех бокс-модов и парения как-то негативно относятся, не ставит на нем монетизацию, не считая того, что можно даже заблокировать в некоторых странах, не знаю, как-то у меня есть немножко боязнь выкладывать это видео, но если вы увидите, значит, я его выложу, ну все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok